Обезопасить наших детей от клещей – это задача образовательной организации. Ежегодно, примерно в это время, где-то май, начало июня иногда бывает, мы проводим аккорицидную обработку от клещей. То есть нанимается специальная организация, мы это сами не делаем, это делают специалисты, которые выигрывают эту процедуру на торгах, приезжают и обрабатывают нашу территорию. Есть определенные рекомендации, что мы должны сделать до их приезда. Советуют, например, обработку делать на окошенную траву, поэтому мы всю территорию заранее окосили. Рекомендуют, опять-таки, проводить обработку при закрытых окнах учреждений, если тут остались дети, даже если они не остались, мы закрываем окна. Ну и мы просим родителей в этот день по возможности до начала обработки детей забрать. Второй вопрос, который беспокоит родителей, – это безопасность тех средств, которыми обрабатывается трава и растительность в детском саду. Да, токсичность их, ну, в принципе, безвредность. Специальные средства подбираются именно для применения в подобных учреждениях, где бывает массовое присутствие детей. А далее все говорят о том, специалисты, что да, мы обработали, и после этого буквально сутки-двое просто не должно быть контакта с газоном, потому что основное опыление приходится на газон. Обратите внимание, вот сейчас обрабатывали эту часть газона, и она у нас получается огорожена живой изгородью. То есть такого беспрепятственного доступа для детей туда нет. Также есть такая небольшая живая изгородь вдоль всех участков, то есть опять-таки нет доступа к газону. И далее мы заходим по тротуарной плитке на участке, где у нас покрытие, называемое, так называемое, отсев. То есть, ну, в основном это песок и мелкофракционный щебень. То есть здесь тоже, во-первых, не проходит обработка, здесь нет травы в принципе. То есть для детей здесь будет безопасно. К тому же еще завтра младшие воспитатели у нас протрут все малые формы. В детском саду проводятся регулярные медицинские осмотры детей. И в связи с клещами это тоже актуально. То есть да, мы понимаем, что территория обработана, но тем не менее, да, после каждой прогулки воспитатели, медицинский работник, который есть в детском саду, медсестра, осматривают детей. Если воспитатель имеет такую возможность при раздевании детей на тихий час, однозначно, медсестра у нас, как правило, в нашем детском саду осматривают после тихого часа. То есть незамеченным клещ не будет. В любом случае его заметят. Ну и здесь уже определенные меры первой помощи. Это медработник владеет этой ситуацией. То есть оказать квалифицированную помощь, если все-таки клещ найдется на ребенке, мы сможем.